Очередной день донора в Некрасовском прошел в салоне передвижного донорского пункта. В наш поселок впервые приехал специализированный автомобиль областной станции переливания крови. Чудо медицинской техники изнутри и снаружи оценил наш оператор. Некрасовцы получили возможность оценить работу мобильной службы крови одними из первых в области. Необычное транспортное средство подъехало к поликлинике Некрасовской ЦРБ утром 20 сентября. В первых рядах доноров, как всегда, были сами медики. Сотрудники Центральной районной больницы, других лечебных учреждений, активисты Красного Креста. В комфортабельном уютном салоне передвижного донорского пункта, который оборудован всем необходимым, могут одновременно сдавать кровь пять доноров. И хотя по пропускной способности он, конечно же, уступает условиям стационара, но зато выигрывает по мобильности. Сегодня мы приехали первый раз в ваш Некрасовский район. На день донора приехали на мобильной станции переливания крови, которую получили мы по модернизации службы крови. Собралось около ста доноров вашего района. Следующий день дачи крови будет в 20 числах декабря. Донорское движение в России переживает сегодня не лучшие времена, но наш район много лет поддерживает добрые традиции донорства, и сегодня в Ярославской области мы в числе передовиков. В прошлом году в днях донора приняли участие более 500 некрасовцев. С начала этого года уже около 400. Растет число молодых доноров. За каждую кровоздачу положена скромная компенсация – 310 рублей. Однако последние изменения в российском законодательстве отменяют и выплату этой чисто символической суммы, и ряд других льгот. На этот раз автомобиль «Милосердие» пополнил свои запасы крови более чем на 30 литров. Для восстановления сил всем донорам был предложен традиционный чай с булочками. Сегодня у нас день донора. Мы сдали кровь по 400 грамм. Очень переживали. Ну, в общем, все прошло хорошо. И нам хорошо, и людям добро сделали.